Глава областного центра Вячеслав Спирчков отчитался перед депутатами о проделанной работе за 2012 год. О всех сферах городской жизни наметились положительные тенденции. Длагоустройство города Невест в этом плане не исключение. Были продолжены работы по асфальтированию придомовых территорий, которые осуществляют за счет бюджета города Иваново. Всего было благоустроено 236 дворов. По инициативе депутатского корпуса подготовлена база для благоустройства пешеходных зон и тротуаров. В 2012 году выделены дополнительные средства на ремонтные мероприятия в наиболее проблемных точках. В 2013 году эта работа будет, безусловно, продолжена и будет вестись системно. Общественный транспорт – еще одна сфера, на которой остановил свое внимание глава города Иваново. Из-за многочисленных жалоб этот вопрос на особом контроле. По инициативе депутатского корпуса было произведено исследование обеспеченности пассажирским транспортом некоторых районов города в разное время суток, в том числе в часы пики, ну и, конечно, поздно вечера. Его результаты обсуждались на специализированном совещании с привлечением депутатов городской думы, специалистов администрации города, представителей транспортных предприятий общественности. Мы намерены продолжать деятельность по контролю над работой общественного транспорта и добиться его бесперебойного функционирования. Вслед за главой города своей деятельностью отчитался Александр Кузьмичев. Безработица сокращается, количество вакансий увеличивается, зарплаты растут, предприятия на территории города успешно функционируют. Среднемесячная зарплата работников по организациям, не относящаяся к субъектам малопредпринимательства, в отчетном периоде сложилось в размере 21 623 рублей, что на 15,6% выше уровня 2011 года. Депутаты городской думы признали деятельность главы администрации удовлетворительной. Бюджетных денег на решение всех проблем, конечно, не хватает. Задача администрации – расставить приоритеты и грамотно распределить имеющиеся ресурсы. Город наш становится лучше и краше. И несмотря на то, что наш бюджет все-таки не соответствует тем потребностям, которые необходимы были, 6 миллиардов – это не такой большой бюджет для такого огромного мегаполиса, как город Иваново. Я считаю, что те задачи, которые были поставлены перед администрацией города Иваново и, естественно, перед Ивановской городской думой, они выполнены. Радоваться успехам местным властям, конечно, некогда. Городская жизнь не стоит на месте, появляются новые проблемы. В частности, поступает много вопросов о том, как сделать схему движения в центре города более эффективной. Количество транспортных средств увеличивается все быстрее и проблемы городских пробок становятся актуальнее день ото дня.